Всем привет! Сейчас будет видео о замене свечей зажигания на автомобиле Hyundai Veracruz или AX55 с бензиновым двигателем V-образной шестеркой. Об этом обо всем позже. Видео получилось достаточно длинное, поэтому я вынужден сделать вступительное слово. Видео посвящено только замене свечей зажигания. Здесь поэтапно я расскажу, что как меняется, кто хочет поржать или там пофилософствовать на какие-нибудь ненужные темы, сразу выключайте это видео, оно не для вас. Здесь только для тех, кто хочет сам поменять свечи. С остальными я прощаюсь. Ну а вы, ребята, кто собирается менять свечи, смотрите дальше. Видео длинное, рассказываю все подробно, какие разъемы как снимаются, что где откручивать надо, что откручивать не надо, что сделать так, что сделать и как, чтобы получилось все более-менее нормально. Операция достаточно дорогостоящая, муторная. Если хорошо все делать, вот я уложился в 5 часов. Аккуратно, без спешки, все чистил, протирал, смазывал, весь крепеж смазанный, очищенный и прочее, прочее. То есть не как в сервисе, не говно на говно ляпал. Если ляпать просто так, тяп-ляп, можно часа за два все это заменить. Но я против такого варианта. Смотрите дальше, в общем, обо всем там будет ясно сказано. Сегодня AX55, попытаемся поменять свечи. Никогда еще не снимал видео про то, как заменяются свечи, потому что это достаточно все просто. Крышка двигателя здесь на четырех болтах. Вот где-то здесь их крепление. Ну, не важно, наверное, вот эта планочка. А вот нашел. Вот, вот. И здесь вот планка была, я ее открутил на ней. Тоже два крепления крышки. Она снимается. И что мы видим здесь? Три свечи достаточно легко меняются. Вот их катушки. А три свечи вот там под впускным коллектором меняются достаточно сложно. К сожалению, оператор со мной полдня торчать ради трех просмотров отказался. Поэтому буду снимать вот так с руки, с телефона. Потому что на нем есть следящий фокус, а на камере нет. Где-то в драйве я прочитал, что замена свечей, ну, не на этой машине, а на другой, тоже с шестицилиндровым V-образником, занимает примерно четыре часа. Я вчера отмывал двигатель примерно два часа. Надеюсь, мне осталось часа два работы. На разъемах катушек здесь интересная особенность. В отличие от японских, надо сначала отщелкнуть вот этот замочек. Потом только появляется доступ, вернее, появляется ход у самого зажима. Только не сломайте аккуратно. Он защелкивается в обратном порядке. Хоп, и защелкнулся. Так. Сами катушки держатся вот этим одним болтиком на шесть. Вытаскивать достаточно легко свечи под обычный ключ от 16-клапана и двенашки. Здесь ничего интересного нет. Началось все, конечно, с того, что на запрос Яндекса заменить свечи на X55 с V-образной шестеркой, Яндекс предложил мне купить новый автомобиль. Либо заехать в сервис, в котором меняют свечи, ну, судя по их фотографиям, разобрав пол двигателя, причем не помыв его. Представляете, какая здесь грязь была? Ну, наверное, у многих также. Аэродинамика подкапотного у всех одинаковая. Вот в этой грязи разбирают весь впуск, снимают. Наверное, часть грязи падает туда вниз, часть оседает на прокладках. В общем, в такие сервисы лучше не ссуваться. Прежде чем вскрывать двигатель, желательно его помыть, как и в любой операции. Прежде чем вскрывать пациента, надо его омыть. Давайте быстренько обзор, что куда крепится по датчикам. Если вдруг забудете, это будет полезно. Ну, если я забуду, в конце тоже мне будет полезно. Придется снимать часть впуска. Рассказывать буду тезисно. Снял, рассказал, потому что одновременно и снимать, и рассказывать. Сами понимаете, рук не хватает. Оператор плюнул и ушел играть в футбол. Первый под раздачу попадает вот эта распределительная рейка электрических разъемов. Все разъемы я пометил. Ну, все, до которых добрался. И сейчас, как бы, это непредвиденная съемка. Поэтому причину покажу. Вот почему я делаю все сам. Видите, кто-то уже лазил в эту машину, похоже. Я не могу найти процентов 10 крепежа. И видите, вот как собираются в наших сервисах машины. Вот этот резистор, он просто-напросто зажат впуском. Не прикручен на место. Крепеж неизвестно где лежит. Поэтому лучше самому тихонько, спокойно испачкать руки, чем ездить и думать, какую херню в машине. Простите за выражение. Они не прикрутили или не поставили на место, или сломали в процессе ремонта. Так, вот этот шланг ГУРа я отцепил вот сверху полностью, чтобы можно было снять впуск. Дальше идет. Вот эти разъемы я пока отсоединять не стал. Просто открутил их. Они крепятся к впускному коллектору болтом под ключ на 14. Это снимаем, это отцепляем. Итак, едем дальше. В объектив видеокамеры попадает рециркуляция. Рециркуляция идет так, так, так. И на впуск перед дроссельной заслонкой. Здесь мы видим вот болтик и вот болтик откручиваемых. Теперь шланг, созданный, так скажем, для отсоса квартирных газов. Вот он, хомутик вот такой японского образца. Ну, я думаю, что японского образца. Смотрите, чтобы отцеплять такие хомутики, я сделал себе вот такие плоскогубцы. Работы было минуты на две, зато хомут они обжимают достаточно хорошо. Эти не капризные хомутики, а вот на некоторых машинах попадаются, типа того же Volkswagen, блин, попадаются такие капризные хомутики. Они вроде идентичны этим, но подлюки никак не снимаются. То на искость, то на искость встают. Так, дальше. Чтобы вот этот шланг снять, можно либо тянуть, либо ковырять отверткой. Я делаю вот так вот. Беру плоскогубцами, обжимаю и вот так покручиваю. Покручиваю, покручиваю. Момент, когда закисший шланг откиснет, если хотите, слышно прямо, он щелк, и дальше можно отверткой уже его поддеть и снять. Сейчас все это снимем. Такой же хомутик здесь. И целиком рециркуляцию, ну не рециркуляцию, а отсос снимем. Так, пока вы не начали, скажу, для того, чтобы все это не потерять и не забыть, что где было, я взял лист пенопласта и просто начал, как в школе учили читать. Слева направо, сверху вниз, складываю болтики. В принципе, для меня этого достаточно. Для вас я бы еще, если вы не занимаетесь этим, посоветовал подписывать. Можно прям взять пенопласт там за 100 рублей, пенофлекс, который, ну, в который хорошо вкручивать. У меня дешевенький. Самое поганое чувство, которое я не люблю, это вот чувство, когда уже откручиваешь и видишь, что кто-то там лазил, причем лазил с кривыми руками, растущими из причинного места, вот уже крепеж нестандартный. Это крепеж, который крепит вот этот сам отсос картирных газов в трубочку. Видите? Как можно растерять 5 болтов из 6, я не понимаю. После снятия рециркуляции здесь стало намного просторнее. Что же я рециркуляцию все время говорю? Как-то с языка не сходит, вернее, не может сойти слово отсос картирных газов. Идем дальше. Здесь в поле зрения попадает вот этот шланчик с клапаном. Это, судя по всему, боюсь соврать, но... Как назвать ее? Абсорбер. Вентиляция абсорбера. То есть, пары бензина из бака удаляются. Конечно, вдруг я вру, поэтому можете проверить где-нибудь. По аналогии, такой же хомутик японского образца снимается и убирается. Видно, что сам клапан вместе с остатками шланга уйдет вместе со впуском. Лишнего не снимаем. Вот здесь вот такой маленький отсос, блин. Не знаю чего, но вот смотрите, как работают мастера. Его рвали или пытали, я не знаю, гестапо, бляха-муха. Все, его снимаем аккуратненько, потому что здесь вот эти все пипочки пластмассовые. По своему опыту знаю, пластмасса достаточно легко лопается. Потом ничем не клеится. Я великий противник разбора лишних элементов при ремонте. В общем, дальше нам надо снять вот эту гофру. Она уже почти что снята. Убираем также вот этот шланг. Аналогичный хомутик здесь. Обычные хомутики под ключ на 10. Ну, обычные для тех, кто знает, что на впуске везде практически такие стоят. Будьте аккуратны. Вот здесь вот шайбочка. Вы можете ее потерять. Вот как здесь вот она выпала, но, слава богу, недалеко. Чтобы снять было легче, я снял крышку фильтра. Здесь вот сейчас новенький. Смотрите, что я нашел. Прекрасный фильтр. Он был взят мной на карантин. Упакован в пакет. В пакет я его упаковывал в химически безопасном костюме, потому что столько говна я еще не видел. Как так можно на машине ездить? Так, на очереди дроссельная заслонка. Это как раз дроссельная заслонка с электронным управлением. Вон там разъемчик. Я его не стал снимать, потому что он какой-то хитрый. И зная о том, что достаточно ответственное соединение, обычно конструктора ставят там такие разъемы, что их, по-моему, кодовым замком можно назвать, а не разъемом. Помимо этого, смотрите, большинство дроссельных заслонок и это в том числе, видите, два шланга идущие. Вот раз, вот два. Это подогрев дроссельной заслонки. Снимая чисто вот этот впускной коллектор, нет смысла снимать целиком дроссельную заслонку, несмотря на то, что она достаточно грязная вся. А вся же ее можно помыть вот так на весу. Незачем связываться с этим антифризом. Вот, просто откручиваем три болта. Раз, два. Вот здесь вот третий. Подключена 10, удобной трубочкой. Пользоваться. И вот этот... Сейчас солнце светит. Вот болтик крепления дросселя к какому-то непонятному кронштейну. Он у меня, кстати, был закручен чисто от руки. Он другой. Вот, смотрите. Примерно на 12, наверное. Я его рукой откручивал, поэтому сказать, насколько не могу. Аналогично вот этому отсосу картерных газов. С той половинки двигателя оборудован отсос с... Только он как-то по-другому оборудован. Короче, здесь он отсасывает до дросселя, а здесь он в полость с большущим разряжением отсасывает. Он видно. Вот сам штуцер. Снимал я с него, потому что вот здесь вот очень неудобное место. Тем более пластики. А я пластики не люблю ломать. Всё, просто трубочка снимается. Перед тем, как сделать трепанацию мотора, откручиваем вот эти крепления впускного коллектора. Вот смотрите. Вот здесь два сверху. Это хитрые болты вот эти. Видите, какие? Как сделано. Неплохо. Вот здесь вот симметрично с обоих сторон. Здесь лучше видно гаечки. И здесь вот три болтика. Вот видите. Сейчас. Вот раз, два и три. Всё это откручивается. Желательно всё-таки откручивать, как и закручивать. Ну, не сразу прям вот один открутил, выкинул. По очереди расслабить все их, там, крест-накрест, если хотите. Хотя бы просто чуть-чуть расслабить на полоборота. Потом наоборот, а потом полностью откручивать. Это поможет впускному коллектору не так сильно деформироваться при снятии. И, ну, уже саму сборку, то, что закручивается крест-накрест, я думаю, говорить лишний раз не стоит. Сами понимаете. Чтобы такая большая плоскость прилегла нормально, надо всё-таки крест-накрест и поочерёдно. То есть сначала по чуть-чуть, потом всё больше, больше, больше. Единственное, о чём я забыл сказать ещё, надо перед трепанацией снять вот этот вакуумный шланчик. Здесь целая вакуумная разводка, в том числе и на вакуумный регулятор. Тьфу ты, вакуумный усилитель тормозов! Какой регулятор? Регулятор вот какой-то чего-то. В общем, хомутик здесь обычный, но есть подвох. После того, как вы вот так расшевелите его, вы очень с трудом его снимите. Если попробовать вот так отверточку подсунуть вдоль шланга, и тем самым снять вакуум, шланг сойдёт намного легче. Потому что вакуум, оставшийся в вакуумном усилителе, он мешает вам снять шлангчик. Либо можно просто там нажать на педальку тормоза два раза, пока не появятся усилия явные. И явно будет понятно, что вакуум закончился. Апогей снять не получилось. Коллектор просто снялся. Никаких хитростей. Здесь мы видим впуск, в который ни за что на свете нельзя ничего уронить. Сразу тряпочкой все шесть дырочек надо закрыть, протереть. Поэтому должна быть чистота, про которую я говорил в начале при ремонте. Всё-таки двигатель скрываем. Так, смотрим дальше. Видите, какая фигня получается? Кому не видно? Кому видно? Водичка стоит. Я помыл двигатель, и тут в колодцах стала стоять вода. Кстати, вот эти катушки, когда я менял, опыт показал, что нифига уплотнения не держат воду. Поэтому, если вы помыли двигатель вдруг, так же, как и Акерхером, то, скорее всего, в колодцах будет вода, и, скорее всего, наконечники катушек скоро пробьёт. Поэтому, если мыли, надо скрывать и всё это аккуратненько чистить. Смотрим дальше. Вот эта штука та, которую они, падлы, зачем-то снимали. Не лазили ли они кто-то, эти вредные люди, в головку? Интересно. Ну, ладно, это вопрос у меня не по теме. Вот эту вещь надо возвращать на место аккуратненько. Видите, аж продавили горе-мастера. Кстати, кому интересно, где обслуживалась машина, я чуть позже всё-таки расскажу, потому что у меня, походу, терпения не хватает. Вот это всё как бы обслуживалось, не скажу. Всё. В общем, это единственная машина при разборке вот сейчас вот двигателя, у которой я ни разу не проклял мастеров, которые делали этот двигатель, которые делали этот двигатель в плане инженерии. Всё сделано аккуратно, ничего лишнего снимать не надо. Все соединения снимаются достаточно легко и просто, грамотно. Везде есть доступ, никакого геморроя нету. Вот типа как на BMW, там супер-пупер какие-то ключи E10, допустим, или торксы. Здесь всё просто под ключики, под обычные советские ключики заточены. Видите, как всё аккуратно. Прям мне вот лично работать, с машиной приятно. Если бы не эти, извините, люди нетрадиционной ориентации, причём не голубые, а какие-то пидорасы, простите, простите, которые делали машину до меня, вообще было бы приятно с ней работать на 100%. А сейчас пока просто приятно. Так, видим три катушки и под ними, собственно, три свечи, которые нам и надо снять. Ради этого всё это затеивалось, извините за то, что немножко отвлёкся. Как отсоединяются вот эти разъёмы катушек, я уже сказал в самом начале, если не видели, перемотайте разъёмчики. Не ломайте только, просто перемотайте на начало видео, там всё рассказано. Так, свечи откручиваются обычным ключом, я тоже уже говорил, что это обычный ключ от двенашки. Открученную свечу очень удобно доставать вот так. Хоп, и она у нас в руках. Либо вот так вот, если вы обрезгуете катушками. Вот. Но не все свечи магнитятся, которые я купил сейчас, они почему-то не примагничиваются к магниту. Поэтому простой и не требующий затрат способ вот так катушкой выдёргивать свечу, пожалуй, лидер, лидер всех способов. Так, дальше едем, едем, едем. Соседнее село на велосипеде. После того, как катушки сняли, так как эти всё-таки катушки достаточно сложно снимаются относительно обычных рядных двигателей, надо проверить их на пробои, на состояние резиноизоляторов, вот этой все фигни. У меня недавно пробило катушку на лансере. Так это вообще беда. Цилиндр просто отключается и всё. Вот. Здесь пока ничего. Так, всё нормально. Вот эти резинки все я мою. И, я не знаю, помогает, нет, вот силиконовая смазка. Говорят, что она продляет срок службы резины. И, как бы, немножко как диэлектрик действует. Не знаю, помогает или нет, но брызнуть не мешает, там, это больших затрат не требует. Свечи. Так как свечи здесь достаточно сложно снимаются, стоят NGK IR, EFR 5G 11. То есть, для тех, кто не понимает нифига в этой аббревиатуре, так же, как и я, это тупо Иридий. Иридий, он отличается достаточно хорошими характеристиками по расходу топлива, ну, то есть, помогает экономить бензин и достаточно большим сроком службы. Собственно, для этого, скорее всего, их сюда и втыкнули, потому что надо было как-то растянуть интервалы замены свечей. Когда искал я информацию по тому, как заменить свечи, не хотелось сразу лезть. Вот сейчас я просто лез на рожон, не зная ничего. Вот. Я наткнулся на какой-то там дурацкий форум, где прочитал, вот как раз там ребята пишут, когда надо менять свечи. Там пишут одни в 40 тысяч, другие в 100 тысяч, третий в 10 тысяч, 20 тысяч. Думаю, в поиске-то я забивал Veracruz, то есть, AX 55 замена свечей на бензинке. Посмотрел подписи, там ребята на девятках, оказывается, ездят, десятках, всяких там, ну, разных машинах. То есть, грубо говоря, от девятки до Мерседеса. Причем никто не пишет, у меня там Мерседес, такой-то двигатель, я использую такие-то иридевые, допустим, или обычные свечи платиновые какие-нибудь там, V-образные, я не знаю. Просто пишут, я меняю там через 10 тысяч, это бред собачий. И в каждом случае, это отдельная история, здесь стоят хорошие свечи, их можно менять не так часто. Перед тем, как собирать, надо очистить колодцы, как бы это сложно ни казалось. С фотоаппаратом легко туда добраться, а вот руками тяжело. Если их не очистить, свечи плотно не прилягут, а если грязь попадет на резьбу, еще можно и сорвать, потому что свечную резьбу, это уже приключение совсем другого характера. Все-таки чаша терпения переполнилась, я увидел вот такую метку на гуре, видимо, кто-то его трогал руками, какая-то падла. Я потом потрогал шланчик, а он болтается, вон там он. Шланчик прикручен к гуру. Вот под ключик на 24, если вы видите. Вот, и какая-то падла, которая лазила сюда, просто не закрутила гайки накидные на гуре. Теперь я уж не могу не сказать, где обслуживалась эта машина. И не могу стопроцентной уверенности сказать, что именно падлы оттуда здесь косячили своими кривыми руками. Но вот посмотрите, машина три года стояла на учете вот на этой организации, а потом год стояла на женщине, которая обслуживалась тоже в этой организации. Как вы думаете, кто здесь хуевертел, извините меня за выражение? Едем дальше. В аналогах к свечам, вот справа NGK, слева Bosch. Bosch вот такой вот, судя по упаковке. Вот его маленькая упаковка, может быть они заложили не то. Вот они абсолютно похожи. Взял я их прежде всего из-за цены. Цена на Bosch приятная. К тому же на наклеечке вот здесь написано, что сделано в Германии. Вот, по электродам, сами видите, очень похожи электроды. При этом цена на NGK порядка в два раза больше. Самое интересное в этом процессе у меня уложить свечу аккуратно туда. Никогда у меня это не получалось, потому что от удара может электрод немножко загнуться и вот здесь зазор уйти. Дальше собираем все в обратном порядке. Сейчас, что интересно, еще все разъемчики я стараюсь перед установкой, вот например, такой, продуть. И вот эту резиночку смазать силиконом, чтобы легче вставлялось. Но ни в коем случае силикон, чтобы не попадал на контакты. В общем, обратную последовательность можете посмотреть на видео. Просто пролистывайте в обратку. Интересно, что запчастей на пенопласте оказалось не так уж и много. В принципе, инженеры молодцы, сделали все по максимуму, чтобы можно было заменить свечи с минимальными усилиями. Маленький вопросик по тому, как в обратном порядке все это собирается. Я забыл подключить, видите, вот этот отсос с картерных газов, который я столько обсуждал, этот отсос, отсос. А вот с той стороны, помните, он одевается после коллектора, там в глубине сейчас не видно. Короче, его надо не забыть, иначе вся сборка идет коту под хвост. Приходится снова разбирать и ставить его. К нему никак не подлезть, он в самой глубине зарыт. Не забудьте.